Девушки отдыхают Всем святым рассказывают, что у него хорошего произошло. Батюшка Серафим, а то у меня по милости Божьей то-то и то-то. В общем, делится со святыми всем, и плохим, и хорошим. Утром разговаривает, вечером вообще как повод придется. Знакомая над ней посмеивается, плечами поживает. Вот, мол, старушка из ума потихоньку выживает, с иконами разговаривает. А вот я лично думаю, что эта бабушка в духовной жизни повыше многих из нас будет. Для нас часто икона – это вот красивая доска. Та освященная, может, на мощах в каком-то святом монастыре. Там-то и там-то купленная, там-то подаренная, привезенная. А для нее иконы – это просто святые, которые на них изображены. И они для нее ближе, чем соседки по подъезду или внуки, которые приезжают к ней на каникулы. Она тут, они там. Как с ними не пообщаться, сердечными? А мы люди все образованные, современные. Часто порой забываем, что иконы – это не доска, краски, пусть даже гениально положенная. Это окно, духовный мир, из которого на нас смотрят живые святые. И эти святые были такими же, как мы, людьми из плоти и крови, но по своей ревности, по образу жизни, уподобляясь Христу через покаяние, молитвы, духовные подвиги, ставшими святыми. Они такими стали святыми, но не перестали быть людьми. Только не такими, как мы, грешными, привязанными к земле и страстям, а такими, как были Адам с Евой до грехопадения в раю. Чем ближе к ним мы будем, тем лучше. Через покаяние, внимательную молитву, через следование за ними в делах веры. Это благочестиво и правильно, и вовсе не означает, что мы не можем обращаться к ним, скажем так, неофициально. В простоте с любыми своими проблемами и радостями, и говорить с ними простыми словами. Они на то и святые, что принимать нас всякими, и с умной высокой молитвой, и простой житейской новостью, которую мы захотели с ними поделиться. Главное, не заменять одно другим, ну и не зазнаваться, конечно. А они в добром деле нам всегда помогут, потому что нет больше радости на небе, как и единим грешники, кающимся. Такие дела.